Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сначала он просто меня заинтриговал Знаешь эту историю? Это было несколько лет назад В Митине Я должна была скинуть добычу у знакомого барыги Когда мы торговались, вошел Дэтлор Он хотел продать серебряный подсвечник Держал его через сукно Это меня заинтересовало Я вышла за ним, выследила его Но он быстро сообразил, что и как Ну да, нечеловеческое чутье Он свернул в тупик А когда я вошла туда за ним Выскочил из-за угла и показал зубы Хотел меня напугать Но это не произвело на меня впечатления В конце концов, я же сама чудовище, не так? И что было дальше? Мы начали разговаривать Встретились раз, другой, третий Но он на меня и запал Сначала меня это даже забавляло Но только сначала Потому что он любил меня не как человек А как зверь Неистово, дико, отчаянно Тяжело ответить взаимностью на такое чувство Даже кому-то с менее кривой душой, чем у меня И вот в один прекрасный день ты просто исчезла Да, он бы не понял этих наших прибауток Давай останемся друзьями Я тебя недостойна И так далее Но когда я решила вернуться на старое пепелище То вспомнила о нем И подумала, что он может еще мне пригодиться Ты играешь с огнем Разумеется Так что или я обожгусь Или спалюсь одотла Другого выбора нет Ты... Ну да Он свернул Высший вампир не поразил тебя? Не знаю, восхищаться твоей отвагой Или сочувствовать глупости Я всегда умела найти к таким подход Грозным с виду тихонем Это и меня касается? Ох, Геральт Не хочу тебя огорчать Но мир не крутится вокруг тебя Впрочем, да Пожалуй, ты чем-то похож на него Скрываешь эмоции Старательно изображаешь безразличие Знаешь, когда я встретила Детлова Я как-то почувствовала Что на самом деле он не хочет мне зла Что он пытается меня прогнать Потому что сам боится Понимаешь? Ну, допустим Мы... Ты... Ты... А теперь... Теперь ты не боишься встречи с Детлова? Я с ним справлюсь Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь, как ведьмак И видишь чудовище А я знаю, какое он на самом деле Будь спокоен Ладно, пойдем Еще немного И мы попрощаемся С этими чертовыми сказками Вперед, Платва Берегись, гномы! Ну его... Он спрашивает Детлова Вперёд, плотва! Вперёд, плотва! Вперёд, плотва! Вперёд, плотва! Ну что, посуда? Вот халест. Похоже, не понравилось. Вперёд, плотва! Я тебя уничтожу! Привет! Вперёд, ведьма. Твой ведьма подул, что было сил, и повёл, что. Вот вам Бог. Невероятно. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? Это так странно. Ну, понимаешь, ты пришёл, такой надутый, бормочешь что-то не в попад, вечно недоволен. А тут, надо ж, шутка. И вполне удачная. Ну ладно, мы тут всё ля-ля, а работа ждёт. Будем искать дальше. Ну как? Нравится тебе здесь? Нет, я вообще не люблю магию. Иллюзии, порталы и всё такое. Обманчиво всё это. Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Узнаёшь? Это из сказки об эзимском драконе, которого хитростью победил ловкий сапожек. Разумеется. То и дело, какой-нибудь глупый солдафон пытается ему подражать. А мне потом убираться. Ты любила Анну Генриэту? Ты шутишь? Я её обожала. Моя младшенькая сестричка. Такая миленькая, такая сладенькая. Но когда меня выгоняли из дворца... Слышь, Волк, мы можем пога... Тише. Ой, моя голова. Даю слово, последний раз я пил с Румцейсом. О, Сианна. Сколько лет? Ты чуточку изменилась. А ты вот не чуточки, злой Волк. Только, кажется, ты угодил в плохую компанию. А с кем мне ещё пить? С дюймовочкой. Одна рюмочка и девка уже под столом. Ну, чего вы хотите? Ты всегда можешь выпить с нами. Что? Оставь меня в покое. У меня такое похмелье. Я едва на лапах стою. Знаешь, как говорят, клин клином вышибают. Ну уж нет. И что это тебе так на выпивку тянет? Горести заливаешь. Кстати, не хочу цепляться, но ты что-то не по-княжески выглядишь. Лишили меня титула, наследство. Изгнали. Так, всякие родственные тёрки. Мы ищем волшебные бабы, не видел их? Ой. Дали мне один на сохранение, только... Где он? Говори. Не так громко. Я могу и громче. А ещё я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом. Она уже с угрозами. В этом вся Сианна. Слушай, я здесь за тем, чтобы играть в сказку. Хочешь играть? Милости просим. Только теперь всё сложно. Красная шапочка-то дала дума. В смысле? Столько раз вспарывали мне брюхо. Зашивали в него камни. Топили. Что едва нас предоставили самим себе, я отплатил этой маленькой язве сполна. Красная шапочка лежит на дне колодца вместе с охотником. А значит, сам мы можем поиграть. Только я не обязан с тобой разговаривать ни про бобы, ни про что ещё. Волон от садово. Какой-то нервный этот волк. А ты представь себя на его месте. Его определили в злые персонажи, хотя он совсем этого не хотел. Собачья жизнь, говорю тебе. Так что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем. Точнее, я с ним поиграю. Только мне нужна красная шапочка. В смысле, деталь костюма, а не труп девочки. Уж я надеюсь. Ты хотел помогать? Тогда будь добр, прыгни в колодец и вылови шапочку. Ну шевелись, шевелись, шевелись. Ну ладно, пора прыгать в колодец. Ни пуха ни пера. Ни пуха ни пера. Дея-mu се спроси, не промах. Ни пуха ни пера. Уж я не теряю, если во-на- стоит työ. Ни пуха ни пера на пуху. Ни пера ветеря. Ни пера ветеря. Ты не переходи до утра в колодец, Давай, давай, давай. Уж я тебе на пуху. И как улов? Удачно. Смотри, что у меня. Дай сюда. Она тебе явно мала. Мне идет. Да. Вполне, вполне. Вернемся к злому волку. Дай угадаю. Ты будешь в роли внучки? Ну еще бы. А ты охотника. Опять вы? Я вам, кажется, ясно сказал. Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки. Ничего страшного. Сиана займет ее место. Что? Ну, запретить я вам не могу, так что... Внучка, подойди ко мне поближе. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька. Но, бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Что бы скорее тебя съесть, внученька? Ты сукин сын! Ты помнишь, что Оська говорил про Красный Боб? Он у человека, который его наверняка не проглотил. Да, надо вскрыть брюхо. Рубки, вставная челюсть, штопор. А, вот он, Красный Боб. Ну, наконец-то. Теперь все. Ну что? Мне вот интересно, ты исключительно тактичен или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? Послушай, тебе правда неинтересно, что было дальше? Что случилось после того, как меня изгнали? Ну, раз ты сама об этом заговорила, я с удовольствием послушаю. Ты остановилась на том, как тебя вывезли. Благородные кавалеры из Тусента вывезли меня в пущу Кайтху и там оставили. Одну, без гроша, в рваном кружевном платье. А как раз начинались морозы. Наверное, надеялись, что кто-нибудь меня прикончит. Или я на радость всем сама сдохну с голоду. Но я, как всегда, не оправдала возложенных на меня надежд. Неделю блуждала по лесу. Я была синяя от холода. Жрала мох и кору с деревьев. И, наконец, увидела вдалеке огонек. Это был лагерь. Я решила, что спасена. В лагере были бандиты. Бородатые, пьяные, все в крови. Я была уверена, что меня убьют, изнасилуют. Или то и другое. Но этого не случилось. Нет. И тогда я убедилась, что убийца может быть человечнее рыцаря в сияющих доспехах. Они приютили меня. Мы поехали в Назаир. И я делала все, что могла, чтобы отблагодарить их. Мне удалось завоевать их уважение, может быть, даже любовь. И, в конце концов, я стала их атаманшей. Может, надо было там остаться? Может. Может, я должна была все забыть и начать новую жизнь? Ну, знаешь что? В конце концов, я подумала. Раз уж они хотели чудовища, то пускай они получат чудовища. Ты многое испытала. Да. А моя сестра в это время давила виноград и валялась с министрелями на перинах в свое удовольствие. Это не она тебя изгнала. И не за это я ее виню. А за то, что она забыла. Забыла обо мне. Ладно, хватит болтовни. Пойдем. Смотри. Ладно, девочка идет в гормон. Смотри. Ладно. Что-то свинется. Рыба. Взглазмом, нам нужно в ингриде. Нет. Смотрим. Натемие. На этой крови. Продолжение следует... 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 Вот дерьмо! Ну, что сказано! Ленточка твоя! А теперь валите отсюда! Ну ладно, говори. Что? Что хочешь взамен? Ты же сделал это не по доброте души, правда? Ничего, я не хочу взамен. Я... Спасибо. Думаю, ее нет. Перо сломано. Здесь была драка. Перо сломано. Здесь была драка. Перо сломано. Здесь была драка. Перья. Гусы не должны быть сильно било крыльями. Или ее ощипали. Берегись, гномы! Черт! Эй, посмотри. Там за деревьями. Какой-то лагерь или что? Берегись, гнусы! Черт! Берегись, забудут наши! Против рунцик? Зачем ее в клетке держать? Ха! Еще немного, и я буду свободна. Есть. Вот он. Хорошо, что ты повесил объявление, иначе я бы тебя никогда не нашел. Эй, смотри. Она снесла тебе золотое яичко. Вот бы все заказчики были такими щедрыми. Ты и правда приехал сюда с севера, чтобы принять заказ на битву? Работа такая. Не верится. Должно быть, что-то хорошо. В общем, когда-то я провел. Или несколько беззаботных месяцев. Может, поэтому меня сюда тянуло? Ну да. Увидишь тусант один раз, всегда будешь мечтать вернуться. Как называлась эта сказка? Главикинские музыканты. Кстати, тебя тоже кое-что связывает с этим городом, нет? Угу. Ничего общего со сказкой. Ой, Геры, Геры. А еще говорят, что я жестокая. Ну что еще? Берегись, нельзя им доверять. Да, я. Странный рыцарь. Ни сказочный какой-то. Интересно, как он сюда попал? Мы с Анриетты иногда встречали здесь таких. Видишь, нет? В реальном мире странствующих рыцарей куда больше, чем принцесс. Так что некоторые рыцари пробирались в волшебную страну. Надеялись отыскать свою даму Серд. А потом их рубила на куски стая гномов. Какая ирония. А потом их рубила на куски стая гномов. Стой! Что? Стебель растёт быстро. Очень быстро. Ты будь поаккуратнее. Отлично. Бросай! Вечно всё. Ну что, полезли? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok